Друзья, в преддверии праздника весны, в честь международного женского дня, в казахстанский прокат, выходит первая отечественная женская комедия «Достучаться до мужчин». В нашей студии сегодня исполнительницы главных ролей Дельна Сахмадиева и Мира Добрынина. Девочки, доброе утро, шикарно выглядите. Да-да-да, Мира продолжает. Благодарим. Сегодня день благодарности. Ну что, это первый фильм «Женщин о женщинах». Правда ли что? Действительно. Сыграны женщинами. Сыграны женщинами, спродюсированы женщинами. Сыграны женщины, отсняли режиссеры женщины, сыграли женщины, спродюсировали женщины. И на программу ходят собственные женщины. Название, давай-давай, вот это «Достучаться до мужчин», это вообще круто. «Достучаться до небес», хопа, так, раз, и… А мы до мужчин не можем. Достучались в итоге? В итоге достучались? Мы как посмотрим фильм, так поймем, насколько достучались, до чего конкретно достучались. Все истории из жизни, я так понимаю, да? Абсолютно все истории из жизни. Все вместе придумывали? Да, все вместе штурмовали, как говорится, потому что у нас пять персонажей вот в этой всей истории. Не, ну у нас три сценариста, ты так не говоришь. Ну, имеется в виду, как бы, все равно же, и ты тоже лепт. Нет, ну, Ледилька, какая честная, не захотела брать на себя лавру сценариста. Нет, я знаю, что сценарий шикарный, потому что девочки писали его очень долго, и мне кажется, что мы, конечно, в сценарий меньше всего вклада вложили. Ну, в любом случае, мы как бы импровизировала. Ну, были моменты, да, значит, это уже авторство небольшое. Ну, рассказывайте. Вот, получается история про пять пятерых девочек. В общем, Ледилька, она у нас такая воздушная, она у нас поэтесса. То есть не сказать, что она играет саму себя, но... Нет, я не себя, я говорю, так не говори. А вы голос увидите, что же скажут они. Да, давай не будем раскрывать все, да? Сами уйти, поймите. Вот, есть, значит, домохозяйка, есть карьеристка, есть, значит, девушка, мужик, баба в юбке, ой, мужик в юбке, да, как говорят обычно. Девушка, которая может там положить всех на пол, загнуть и так далее, но при этом она женщина внутри. Ну, я много таких знаю. Вот, да, ну, собственно, все те персонажи, которые есть в нашей жизни. Так, 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 а давайте посмотрим трейлер и потом поговорим. Давай, да, а то мы что-то все говорим-говорим. У нас трейлер есть. И с вами снова я, Дамира Ахметова. И сегодня мы поговорим о глобальном, о женщинах. Вот мы, женщины, вечно все терпим. Майман. Селикш. Архан. Архан майман бертуган. О себе думаем в последнюю очередь. Жанна, что ты хочешь на ужин? Не хочу развестись. Мы рожаем детей. Готовим, стираем, убираем дома. А может, ты не пойдешь с ней на работу? Ты должны быть ухоженными, стройными. Твои стихи полны бред. Всегда улыбающимися. Там же мой муж. Всегда должны вас понимать. Всем один. Принимать такими, какие вы есть. А не охуевывы. Суки, блядь, козлы. Долбаны. Я прям захлоплила. Прямо. Пойдем. Редактор субтитров, как итак. Редактор субтитров, как итак. Ай. Пойдем. Кайгин. Редактор субтитров, как итак. Ай, блядь, блядь. Ай. Вот вам дети. Разве. День. Твои простые. Твои. На этом у меня все, до скорой встречи. Девчонки, а теперь мы на руках! Слушайте, я нашу студию увидела в последнее время, как приятно! Замечательный просто трейлер. Ну как по трейлеру-то? Да вообще, обалдеть! Ощущения есть? Вот все, что запихали, я бы не пихал. Я бы прям оставил. Все время мужское кино, мужское, один мужчина, а мы так обслуживающие. А это прям женская история, ребята! А мы, говорит, обслуживающие, персонал. Нет, здесь все по-другому, здесь прям все. Мысль на мысль. Денька, а тебе как было играть? Вот я вижу этот другой характер. Вообще, сначала было тяжело, потому что я пришла на первую читку, и девочки так послушали меня. Говорит, Ильна, а можно не таким поставленным голосом разговаривать? Я говорю, я что плохо играю? Говорит, да дело не в игре, просто голос немножко нечеловеческий. Попроще. Попроще, говорит. Я говорю, да, а я привыкла же, ну то есть, если я что-то рассказываю, мне нужно как-то все посередине. Он говорит, как в жизни? Я говорю, блин, я в жизни тоже так разговариваю. Пришлось вот как-то... А это не ты! Да, надо как-то тише и как-то, ну, повыше, в общем. И так, тесситура повыше, сама, значит, это... Ну, как-то пытались, старались. Но я, да, меня посмотрите, конечно. Я очень хочу, чтобы зрители увидели меня в этом году. Что для тебя было самое сложное? Все. Что мне нравится? Честное ответ. Главная роль, это, конечно, ну такая ответственность большая, тем более девочки ставочку сделали хорошую на меня, там, вообще поменяли меня полностью. Не хотели, чтобы во мне кто-то узнавал певицу. Начиная с образа, да? Да, начиная с образа, там я, ну, совсем, если видите, в трейлере я совсем на себя не похожа. Вообще, да, неузнаваемая, кстати. Да, ну, мне было сложно, ну, было очень весело, и мне было сложно, потому что я не актриса, да, и мне было все время смешно на площадке. То есть я смеюсь от тех же, от сценариев, да, и я не могу, пятый дубль, я смеюсь, девочки, уже не прекратим. Почему вы все так серьезно такие? Да, ну почему вы все такие серьезные, да, они говорят, ну, надо быстрее ему не укладываться, а я не могу. А я не могу наржаться. Да, мне так смешно, я говорю, девочки, кто это придумал потом, это прямо вот, ну, долго очень с этим вопросом. Мира, вопрос к вам. Что за турок, с которым вы проснулись? Ну, это такая сюжетная линия, которую мы решили обыграть, потому что осень, моя героиня, она же такая, ну, то есть она такая правильная женщина, у нее есть муж, у нее трое детей, то есть она там повествует вот семейные ценности там, да? И тут вы понимаете, после всего того, что вы сейчас увидели, девочки, когда ценности бешпармака тоже есть, ну, как бы ценности бешпармака в том числе, и как бы в момент, когда девочки начинают уходить в отрыв, мы просыпаемся в Турции, и со мной лежит, неважно, какой национальности мужчина, вообще, в принципе, другой мужчина с джой, и когда мне Дилька, я тайну такую завесу открою, когда мне Дилька говорит, я говорю, по-моему, я изменила Скорбеку, она говорит, дура, тогда мой папа голый, а он же в поле. Я говорю, кстати, я говорю, кстати, а действительно, почему он был в платье, и мы не помним, откуда он вообще появился, и в итоге мы сейчас, мы до сих пор не помним, откуда он появился, мы до сих пор сейчас размышляем, и я говорю, слушайте, девчонки, зрители же подумают, гулящая женщина, мы ведь не рассказали, мы там как-то вот все завуалировали с прицелом на вторую часть, да, Ох, как интересно, все, конечно, зависит от того, как нас встретят, как вообще полюбится картина. Гулечка, Гулечка, что у нас, что у нас идет, ну, конечно, моя любимая реклама на канале Алматы, не переключайтесь, она пройдет быстро. Друзья мои, мы продолжаем. А мы, девчонки, болтаем. Я один слежу за эфиром, я смотрю, что реклама заканчивается, программа идет, девчонки сидят, болтают про прически, ну и правильно. Ну, что делать, в смысле, героинь, ну, про фильм болтает. Да, вот расскажите про, вот для меня была новая, скажем так, да, актриса, вот, в коре, это Сабина. Да, Сабина, она еще и автор сценария. Да, она автор сценария, Сабина Сакен, Периза Толпы, Саямира Добрынина. Ой, Периза Толпы, Саша, прекрасная Перри, наша коллега, соведущая. Ваша Перри, наша почти гейн-продюсер. Да, да, да. О, как, смотри, какие таланты. Мы всегда ее боялись на площадке, она же самая крупная среди нас. А, ну, да, конечно. И в тот момент, когда мы там в жаре, значит, снимаемся, 50 дублей, она говорит, что так долго? Я не поняла, а что побыстрее нельзя? Вот это вот. И мы такие, так, ну-ка, что написали, там, дайте я проверю. Хорошо, хорошо, Ханн, пожалуйста, проверить. Перри такая, да. Это Фико, конечно, Периза Толпы. Она же. Я хочу поговорить о том, какой ажиотаж, бурный ажиотаж, среди женщин произвел вот, значит, фурор, фурор, вернее, да. У меня на странице в Инстаграм какой-то прям бардак начался. Да. Потому что как давно, наверное, ну, просто, во-первых, соскучились по кино, да, у нас, сами знаете, с этим проблемой было, да, долгое время. Потом женское, да, кино, не было такого фильма. Ну, и потом, все-таки, она не совсем просто комедия, наверное, с какими-то все-таки драматическими штуками. Я считаю, что, конечно, трагикомедией мы назвать не можем, но все-таки здесь есть жизнь, есть какие-то жизненные ситуации, которые очень близки женщинам в мире, а особенно в нашей стране, потому что мы говорим о наших женщинах. И, наверное, вот эти вот последние темы, которые всегда поднимаются, нехорошие, мы не будем обсуждать. А мы хотели бы вообще обсудить самые замечательные вещи. Вот мне есть что рассказать. Например, мы снимали-то это не в этом году, это же все, сами понимаете, пандемия. У всех это случилось, да, с этой ситуацией, да, все остановилось. Достаточно года три назад, и буквально в процессе съемок, когда мы как раз прилетели уже в Турцию, мне мой муж сделал предложение, да, я прилетела с кольцом. С кольцом прилетела уже в апреле, мы снимали, да, в Турции. Потом, через пару месяцев буквально, да, я забеременела, и потом родился сын у меня. Уже, ну, ты счастье принесли. То есть, как бы все, и мы поженились, как бы вот ровно два года назад. Сегодня, кстати, ровно два года. Да, да что ты, поздравляем, сегодня два года. Видите, как все символично, как вот все вот в тряду прям. Я думаю, что это вот, наверное, какие-то флюиды женские, это все-таки имеет значение, энергию. Я получила от девчонок очень много женской энергии, пока снималась в кино. И, наверное, что-то вот, оно играет свою роль, наверное, так. Потому что вот я встретила свою судьбу, у меня родился долгожданный сын, которого я ждала 10 лет. Поэтому я думаю, что женщины, которые ждут детей долго, они, наверное, хорошо меня поймут. И мне бы хотелось сказать, Джо Густа Болсон, приходите в кино, мне кажется, вы тоже насытитесь этой правильной энергией женской. Будьте счастливыми, вам всем сделать предложение, вы все замуж полуходите сразу. Вот, 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 это классно, это классно. Слушай, посыл замечательный. Мне кажется, весна, и нужно как-то к этому быть готовым. Слушайте, ну, а все-таки у фильма-то какой посыл? Мужчинам он больше предназначен или для женщин? Это не фемистический фильм, сразу говоря. То есть, если бы вы говорили о том, что женщины там ненавидят мужчин, нет, ни в коем случае. Ни в коем разе. А то, что, как бы, мы сейчас... Это такой ироничный, добрый взгляд на вообще ситуацию между мужчинами и женщинами. Абсолютно, да. То есть, мы здесь, основной посыл таков. Когда женщины, да, начинают сами наворачивать, сами обижаться, сами говорят, что ты виновата, да. В конце концов, ничего-то не было, обижаются, все, вот он меня там обозвал, он мне там ничего не подарил. В конце концов, ты сидишь и думаешь... Настоящие женщины. Да, да, да. Так, блин, я же сама же виновата-то, ну, чушь, я это мужика обидела там и так далее. Жанна, прости меня. А вот, может быть, этот фильм учит понимать мужчин? На самом деле, что? Да, именно поэтому достучаться до мужчин, правильно. Научиться понимать мужчин. Вот так вот. Не мужчины все свод, да, и все прочее. Да, 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 классно. А именно достучаться до них. Я тащусь, просто сижу, молчу. Я в преддверии 8 марта позволяю все. Да, 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 давайте поиграем. Поиграй, да. Давайте поиграем. Я вам сейчас буду задавать вопросы, ну, просто для себя интересно, хорошо ли вы знаете мужчин? Поехали. Я напрягусь, подождите. Мой как бы это, только смайдарь белье. Всегда в белье. Всегда в белье. Всегда в белье. Давай, вот дальше. Носки. Носки, брюки, ремень. Ну, как бы что-то. Снизу, в общем. Браво. А можно, как снимают? Вот, как раздеваются. Мужчины же отсюда снимают, а женщины отсюда. Да, есть. Правда. Мои косички. Хорошо, вот как они раздеваются? Значит, правильно. Значит, вот это сначала первое. Да. Они одеваются снизу, а раздеваются сверху. Абсолютно. Сверху, вниз. В том же порядке, как... Вот так вот снимает этот. В том же, потом ремень, потом что... Да, да, да. Потом нижняя белье. А потом, да, в конце. А давайте так, надевая футболку, ну, или свитер, допустим, мужчина, что сделает вначале? Подетально, надевая футболку, да? Надевая футболку, да? Свитер она сказала. Ну, футболку, давайте, вот с ногу. Берет мужчину футболку, да, и надевает ее. Что он начал делать? сначала руки потом на голову давайте какой момент наступает в жизни каждого женатого мужчины ну это все зависит от возраста конечно наверное я так думаю и эти моменты принудительно то есть еще раз повторю вопрос сейчас очень какой момент наступает в жизни каждого женатого мужчины когда ему приходится так или свою жену те куда куда идти же куда идти ну куда жеными то ходят причем они не хотят и ненавидят это нужно по магазинам может быть кстати обидеть хотел это пока в начале у вас романтический период два года 4 года вместе из них два года женаты уже 4 у кого у вас на площадке самый большой такой стаж был браке у меня все как оделся как разделся все же прям да тут же как вот как спит и ну то есть да у меня самый большой стаж вот я говорю делька вот на замуж выскочила пикошка замужем было на тот момент причем тоже буквально там год-два наверно я не так осель кучу вы никак с адвокатом вот теперь я сейчас по моему она уже хорошо высказалась в кадре по моему конкретно и четко этот момент вот кстати когда писали вот в этой же нашей студии дублей много было много она материлась дублей от себя добавляла немного совсем 3 или 4 что ли всего каждый из нас настолько знала свою задачу вы себе не представляете потому что на тот период делька сейчас не даст соврать каждая вжилась в свою роль и вот мы прям жили вот в этой роли дать делька то есть вот это было за кадром также общались ой за кадром дружились не до было ну конечно дружились нас и нас как бы объединили во первых две абсолютно разные страны до страны вернее что мы как бы встречались 24 на 7 вместе писали там балвели ржали почти не спали вообще даже в турции это вообще было так захватило жена службе отпустили то на 7 или салин тушку летели так мне предложение сделали сразу отпустили вот мы теперь во второй части дико опять это и это и дочь а вот мы к чему селег мы в фату и все такое замуж мы дадим барсалин делать научим обязательно традиционно турецком стиле 18 частей вообще у нас сейчас начнется он предправляю достучаться до отташки и найти слуховой аппарат и чтобы он услышал напомним зрителям когда можем смотреть где что к 7 марта во все по всей стране во вся кинотеатрах страны так скажем наше первое женское кино комедия достучаться до мужчин мы приглашаем абсолютно все и женщины мужчины и аташек и енишек кстати у нас 12 плюс поэтому могут семейное кино да приходите детки и бабки какая прелесть дорого молодцы какие ну будем смотреть я думаю что билетов не достать будет надо заранее достанем пользуемся сегодня день благодарности кого хотите поблагодарить быстро может я хочу поблагодарить первую очередь всевышнего вселенную за то что мы сегодня здесь живы здоровы что у нас все хорошо что все проходит все плохое проходит все хорошее остается и впереди светлое будущее весна наступила с первым днем весны с днем благодарности благодарю всех людей которые считают себя людьми я хочу пожелать всем добра позитива счастья всего самого прекрасного что может быть в этой жизни самого светлого самого теплого и самого приятного мне кажется гилька все сказала я я тоже как бы присоединяюсь да к тому что спасибо тебе всевышний за то что дал нам возможность все-таки закончить нашу картину потому что мы к ней очень трепетно относились спасибо пап мам спасибо наши мужья спасибо наши дети за то что поддержали спасибо друзья коллеги спасибо вам за то что приглашаете популяризируйте нашу картину это очень важно спасибо вам огромное и я надеюсь что что каждый, придя в кинотеатр, скажет и нам спасибо, что мы, как девчонки, создали эту картину, где-то чему-то научили, может быть, где-то немножко, ну, не знаю, может быть, где-то неправильно себя повели. Ну, каждый сделал для себя свой вывод. Это была жизнь. Это была настоящая полноценная жизнь. Ну что ж, приятно, успехов, удачи, увидимся в кино. Субтитры создавал DimaTorzok